Добро пожаловать в Израиль! Денис Кислов, он точно есть. Мы тебе предоставляем слово, и тогда у нас прошли, грубо говоря, немножко замены спикерам, и не страшно. Я надеюсь, меня слышно. Давай два слова тебе скажу. Денис, он представитель ассоциации в Израиле. Сейчас он так получилось, что с карантином в том числе находится в Киеве. Поэтому он рядом с нами, но и там тоже он всегда присутствует. Так, ну я надеюсь, меня слышно. Всех приветствую. Камеру включи. Так, а что ж такое? Сейчас. Так, а так не видно и слышно? Да, все хорошо, давайте. Спасибо. Тогда попробую взять слово. Опять же, всем спасибо, что пригласили. Рад всех видеть. Наверное, на сегодняшний день, если мы говорим о Израиле и тех конве событий, которые у нас происходят уже полтора года, точнее даже будем говорить два со всеми процессами, потому что они все-таки, наверное, начинаются от муниципальных 2017 года. И вот эти три тура, которые в марте закончились, и теперь мы под вопросом, будет ли у нас четвертый тур в августе. Если рассматривать, конечно, эти события, которые произошли на вчерашний день с последним постановлением богатства от Верховного суда, то вроде бы как бы пока не намещается, так как Натаньягу и Кохауалан в виде Ганса дали добро формировать правительство, так званное правительство единства. Ну, я вернусь чуть-чуть к тем событиям и тем тенденциям, которые были, а потом уже, если что, и зайдемся к фуглополитическим прогнозам или явлениям, которые есть на сегодняшний день. Поэтому, если мы говорим о том, что у нас проходили выборы в марте текущего года, то есть так званый третий тур, и попробуем их сравнить, в первую очередь, все-таки со вторым больше туром, чем с первым, то на сегодняшний день мы можем увидеть ситуацию, если кто-то отслеживает, что Ликуд вырвался все-таки в одних этих выборах последних. На три обманы, на четыре позиции вперед, четыре-пять, потому что у нас в Израиле есть такая специфика, одна сразу отмечу, относительно остаточных голосов. То есть, в принципе, он заключается в том, что, скажем так, каждая партия, проходной барьер 3,25%, если кто не знает. Каждая партия при наборе тех или иных портфелей в виде ЛИС может не менее привести в КНЕС от четырех человек. Если у нас получается пять, на пять, то есть там четыре, один выходит, то этот один коэффициент, он уходит к какой-то другой партии, кому партия готова их отдать. Поэтому, условно говоря, если 37 человек набрал Ликуд на сегодняшних выборах, по факту он там набрал 35, но с добавочным этим элементом он получил 37 от того же Кухилана, от ШАС, от Денсфатор и других групп, которыми были предварительные сопоставления. Так вот, то, что мы возвращаемся к мартовским результатам, Ликуд в этот раз 37, на осенних было 32, Кухилан так и остался 33, это есть ГАНС, основной партнер, арабский список у нас поднялся тоже на 1%, с 13 на 14, это важный элемент с точки зрения тех нарратив, которые мы на сегодняшний день имеем, я о них чуть позже скажу. Дальше ШАС, он тоже увеличивает свои показатели на один голос с 8, которые провели до 9, единство Тора, там 7 человек. Эмина, Абадат, то есть это, в общем-то, социалисты-коммунисты, у них все остается как есть, упал существенно НДИ, это у нас Дом Израиля, Либерман, который считается, вернее, про, а считается русской улицей, будем так более говорить, потому что они, в общем-то, тем не менее, от русского курса, на самом деле, достаточно далеки, хотя их пытаются с этим связывать. Они упали с 8 от осени до 6 голосов на сегодняшний день. Это тоже очень интересная тенденция, о которой я сейчас сегодня буду говорить, которая, в общем-то, говорит о том, что если не обыграет Либерман определенные акценты, попытки на себя перетянуть утери Абады, и Абады, и Абады, это социалисты-коммунисты, то он, скорее всего, вообще просто вылетит со следующих играх политических и уйдет с политического обзора. Что касается тенденций непосредственно, которые у нас произошли, и они очень интересны. То есть вот эти три тура, которые были, одна из первых основных тенденций, это то, что очень существенно увеличилось избирательный показатель, то есть те, кто пришли на сами выборы. То есть за общей оценкой могу говорить на сегодняшний день, что, ну, во-первых, проголосовало на этих уже выборах мартовских 71%, прежде показатели были чуть-чуть другие. Тут вот очень интересная тенденция, то есть СА 71, даже 71,5 в марте, осенью мы имели 69,4, а сейчас напомню себе, в апреле 2019 года имели 67,9, то есть фактически почти на 2% с каждым разом есть прирост на следующие выборы. В этом плане это тоже интересно, потому что если августские выборы гипотетически, они все равно еще могут состояться, мы это увидим в ближайшие 10 дней, все-таки будет ли сформировано это большинство, то на следующих выборах, которые могут состояться в августе, скорее всего, показатель избирательной явки будет порядка уже 74-75, что, в общем-то, является, наверное, за последние 20 лет рекордом для Израиля. И, соответственно, оно даст тот добавочный элемент тому же самому Ликуду, правящей партией Нитиньяву, чтобы сформировать, скажем так, большинство фактически МОНО. Он, вероятнее всего, повысит свое присутствие там до 40-40 с лишним лиц в следующий раз, при следующих выборах. Что касается самих тенденций, которые прорисовались, что, в общем-то, скажем так, на что нужно реагировать, обращать внимание. Первое, это то, что... Скажем так, первое, это то, что проявились такие показатели молодежного характера или срез относительно прослойки молодежных в возрастной группе, рожденных от 98 до 2001 года. То есть это та группа, которая, собственно говоря, на муниципальных выборах 2018 года впервые стала принимать участие в избирательном процессе своего. Что здесь смогли мы увидеть? Скажем так, во-первых, эта прослойка, она проявила себя фактически такой вот проблематика отцы и дети, где молодежь не имела, не сталкивалась с проблемой арабского конфликта, с арабским миром конфликта. Последние 10 лет его в ярком проявлении нету в Израиле. Они не сталкивались с проблематикой экономического укрепления становления в Израиле, хотя для сегодняшнего дня все равно присутствуют определенные проблемы в этом секторе. И, собственно говоря, для них начало вырисовываться понимание, что мы не хотим так, как было последние 10 лет, мы не хотим так, как было прежде. Естественно, эта аудитория больше реагирует с точки зрения самих каналов. Коммуникация с них в формате digital. То есть в Израиле в основном прибегают к таким элементам, то есть это социальная сеть в формате Facebook, это в формате Twitter. Телеграм, например, тот же самый, не очень популярен, хотя вот в странах курсовета он более популяризирован, скажем так. Это еще Twitter дополнительно в Facebook, то есть тоже очень популярная платформа. Так вот эта группа, она начала себя формировать с тем, что мы живем не так, как хотим, мы хотим больше соци... Оставаясь до демократических или религиозного социализма, демократических ценностей, все равно мы хотим больше социальных каких-то благ. То есть чем-то похожа на та же тенденция, которая тех праймеров, которые проходили в Штатах, проигрывал Сандерс. То есть этот элемент, его молодежь тоже поддержит, то есть этот элемент достаточно похож в Израиле. Сейчас две минуты, и у тебя, я вижу, вопросы есть. Есть. Ты можешь его увидеть в чате. Нет, нет, нет. И правые абсолютно религиозные. То есть светские, которые исповедуют иудаизм, и абсолютно то, что уходится в формат. Очень активно молодежь на них ориентируется. Это одна группа, одна тенденция очень показательная. Вторая показательная, которые хотят более правосветское государство, те, которые ориентируются на Ликут и на тот же самым Кухао. Тут разница больше правого, больше левого аспекта. И, наверное, последний еще очень такой важный элемент, который в формате вообще всей постановки, которые я хотел поднимать, это то, что вообще ландшафт избирательных процессов в Израиле, он существенно меняется. Меняется в ходе того, что, несмотря на то, что растет количество мандатов именно у, кроме религиозной группы или религиозного сионизма, именно у арабского мира, то есть, или объединенных арабских ценностей. То есть, например, на этих выборах их уже 15 мандатов, они 15 лиц имеют в самом Кнесете. Такая тенденция будет расти и дальше, и в формате конфликта внутреннего, еврейского вопроса в самом Израиле, большой показатель мы можем увидеть уже через одну каденцию выборов, потому что именно эта группа начнет на фоне религиозной отыгрывать процесс дальнейшего существования Израиля. То есть, с точки зрения конспирологии, очень часто поднимают вопрос, что Израиля уже не будет, Израилю конец, не будет в целом его. Я всегда ставлю поправку на фоне этого, что Израиль будет, но он и не будет, скорее, в чистом виде, вот на фоне этих процентов, которые происходят, религиозным или еврейским государством. То есть, будет Израиль, скорее, как светский государство. Почему? Потому что... Денис, простите, пожалуйста. Да, мы, к сожалению... Во времени, да, перебираем. Очень интересно рассказать, да. Тогда давайте на вопросы. Даже нет, уже, к сожалению, вопрос. Уже нет времени на вопросы. Просьба к остальным спикерам все-таки укладываться там минуту в 8, чтобы еще была возможность задать вопросы. Прошу прощения. Не у вас. Да, немножечко перебрали. Спасибо.